Всем огромный привет, друзья! Сегодня хотела поговорить с вами про фавориты этого года, про то, что мне запомнилось в этом году, что оставило свой отпечаток и что я возьму в следующий 2021 год с собой. Очень бы хотелось в этом ролике упомянуть пандемию, я думаю, она у всех у нас в фаворитах года, но не буду. Я когда планировала этот ролик, думала, что сейчас у меня наберётся 20, 30, 40, 50 пунктов фаворитов этого года, но оказалось, что их не так уж и много. И первый фаворит этого года, это, конечно же, Wildberries. И в этом году я узнала о том, как работает Wildberries изнутри, то есть не когда ты клиент и всё для тебя, не когда ты можешь померить всё, что угодно и отправить это обратно, когда ты можешь вернуть свои деньги за то, что тебе не понравилось в течение 2-3 дней, когда тебе отвечают на твои письма в службе поддержки. Вот я в этом году узнала Wildberries изнутри, с обратной стороны, я поняла, что служба поддержки для поставщиков вообще не работает. Твой товар просто теряют, и ты его вообще никак не можешь найти. Куча-куча-куча разных нюансов, когда ты находишься по ту сторону Wildberries. И, конечно, просто куча проблем благодаря Wildberries навалилась на нас с Светланой. Тем не менее, хочу всё-таки Wildberries включить в фавориты года, потому что благодаря ему, даже несмотря на все вот эти вот нюансы, очень-очень-очень неприятные, сплошную нервотрёпку и дёргающиеся ежедневно глаза, несмотря на это Wildberries открыл для нас мир бизнеса, мир большого бизнеса. Короче, открыл для нас дорогу в мир гораздо большего количества покупателей. И да, как я уже сказала, несмотря на все вот эти вот негативные моменты, всё равно, работая с Wildberries, мы ощутили вот эту мощь, когда ты выходишь на Marketplace, когда у тебя уже не по несколько заказов в день с Instagram-аккаунта, когда это десятки заказов, и ты понимаешь, что это такой огромный-огромный-огромный механизм, машина. И, знаете, к концу года я поняла, что я, наверное, уже не смогу выдохнуть. То есть это машина, которая постоянно набирает обороты, и с каждым разом у нас всё больше проблем, с каждым разом у нас всё больше задач каких-то. И если работа с нашим магазином в Instagram была такой очень-очень лайтовой, как я сейчас понимаю, то сейчас мы чувствуем себя по-настоящему бизнес-леди. Так что Wildberries по праву занимает первое место в фаворитах этого года. У нас с ним очень сложные отношения, тем не менее он дал нам кучу возможностей. Второй фаворит этого года — это делать дела в срок. Представляете, я в этом году особенно ощутила вот эту прелесть, когда ты в декабре за несколько недель до Нового года, не за день, не за час до Нового года, а за несколько недель, в моём случае за две недели, разбираешься со всеми делами, и последние две недели ты просто ждёшь праздник без вот этой вот какой-то нервотрёпки, без того, что ты не укладываешься в какие-то дедлайны, не считая Wildberries, кстати. Но в общем и целом я завершила все свои дела за две недели до Нового года. И это, друзья, такой кайф, такой кайф не откладывать дела на потом, такой кайф делать всё вовремя, ставить задачи, выполнять их. И, наверное, могу сказать, что это первый год, когда я завершила свои дела настолько заранее до Нового года. Потому что обычно это 29-30 число, и я всё ещё в панике, всё ещё разгребаю завалы дел, а сейчас я уже вторую неделю сижу, отдыхаю. Я, конечно, учусь, но я не считаю это за работу, это такой прям тоже дополнительный кайф на самом деле. И я очень хотела освободить это время как раз для учёбы, чтобы сосредоточиться, чтобы сидеть, читать, выполнять задания. Так что я не просто лежу кверху пузом, я учусь практически, кстати, с утра до вечера. Но, тем не менее, я чувствую удовлетворение от того, что я все свои рабочие проекты завершила заранее. Не то чтобы даже заранее, завершила в срок, то есть, собственно, как я и планировала. Это прям очень круто, я очень собой горжусь. Так что долой прокрастинацию, не будем откладывать дела на потом. Третий фаворит — это работа из офиса. Я уже забыла, как это круто работать не дома. И одно дело, когда ты работаешь не дома на кого-то, и тебе нужно в какое-то определённое время прийти на эту работу, приставить на КПП пропуск. Короче, без вот этой вот ерунды. Просто у тебя есть место, куда ты из дома можешь выехать и в такой рабочей атмосфере поделать какие-то свои дела. Всё-таки дома я уже научилась, конечно, за все эти 9, даже больше, наверное, лет фриланса, я научилась дома концентрироваться, фокусироваться и дома выполнять рабочие дела. Тем не менее, я в этом году именно вспомнила ту прелесть какого-то местечка, куда ты можешь одеться, собрать вещички, поехать там, поработать, и потом со спокойной душой вернуться домой. То есть, в этом году у меня получилось такое разграничение работы и дома. Несмотря на это, я часто всё равно туда не ездила, но если у меня был какой-то душевный порыв, если мне очень хотелось как-то сменить обстановку, то у меня было место, где можно было поработать спокойно. Раньше я точно так же меняла обстановку, работая, например, в кафе. То есть, я приезжала, там доставала ноутбук и могла посидеть, какие-то свои дела поделать. Но работа в офисе имеет один огромный плюс – там нет людей. То есть, там нет музыки, там нет людей, там нет вот этих запахов. И что ещё немаловажно, ты понимаешь, что ты не должен каждые 30-40 минут что-то заказывать, чтобы как-то поддерживать это заведение, где ты работаешь. Ещё один фаворит этого года – это поездка в Крым. Да, мы ездили в этом году отдыхать в Анапу, но один день из этого отдыха мы всё-таки побывали в Крыму. И, конечно, Крым для меня – это какое-то особенное местечко. Я из всей поездки могу выделить именно этот день, который мы провели в Крыму, потому что мы ездили просто наугад, просто сидели в машине, и Серёжа говорит, вот смотри, маяк, поехали. И мы, короче, едем на этот маяк. То есть, просто куда глаза глядят, туда мы ездили. И в эту поездку мы как раз остановились на какой-то большущей горе, посмотрели вниз, и там огромные волны бились, камни. Это было так незабываемо круто, и потом мы спустились к морю, и вот эти огромные-огромные волны, и дети орут счастливы, такие езжали, плескались в этих волнах. И ты стоишь в платье, ногами на песке, и эти волны, пена, всё это такое... Так круто было! Я вот сейчас поняла, что из всей поездки на море это действительно был самый-самый прекрасный день. Просто совершенно особенный. Ещё одним фаворитом этого года я хочу назвать издательство Alpina Publisher. На удивление, я как-то раньше никогда не замечала, что у меня, во-первых, много книг от этого издательства, во-вторых, оно такое крутое. А в этом году, когда мы начали с ними сотрудничать, я поняла, что куча, куча, куча классных, интересных книг, и я вот сейчас здесь подготовила небольшую подборочку. Короче, вот это всё, это только малая-малая-малая часть моей библиотеки. И на самом деле много безумно классных книг. И, кстати, я здесь поняла, оказывается... Знаете, что я поняла? Я поняла, что школа Fly Lady оказывает тоже издательство Alpina. Я сегодня под роликом оставлю ссылки на свои самые любимые книги этого года, на те, которые мне запали в душу, на те, которые мне понравились. Поэтому обязательно разворачивайте описание, смотрите. И там будет то, что я действительно советую прочитать, потому что прям очень много интересного. Я в основном беру сейчас книги по психологии, потому что я учусь. Во-вторых, я беру книги по бизнесу, потому что это моя работа. В-третьих, я беру частенько книги про маньяков, социопатов и вообще вот это вот всё моё любимое. Из последнего, что я прочитала, сейчас очень хочу вам показать, посоветовать. Вот, Безлюдное место. Это про ангарского маньяка. Я, по-моему, в каком-то из роликов вам показывала эту книгу, когда я её получила. Я смотрела документальный фильм, выпущенный на канале редакции про ангарского маньяка. И здесь его, так скажем, более полная версия. То есть, помимо истории про ангарского маньяка, здесь ещё рассказано вообще про систему, про то, как устроена система отлова, так скажем, подобных людей у нас в стране. Местами жутко, местами прям до мурашек. И невероятно интересно. Если любите подобную литературу, то прям очень-очень советую. Ну и ещё одно направление, которое я обычно беру, это что-то по саморазвитию. Это могут быть совершенно разные вещи. Я последнее брала, по-моему, по разботе мозга. Сейчас вот ко мне должна прийти книга биохакинга. Ещё я отдельно беру книги по работе с клиентами. Короче, практически всё, что меня интересует, можно найти в издательстве Альпина. И сейчас в моей библиотеке, наверное, большая часть книг именно этого издательства. Ещё один странный фаворит этого года – это семечки. Мы что-то с Серёжей подсели на семечки. И вот сейчас просто я хочу, чтобы вы представили, вдумались. Мы съедали по пачке семечек большой такой вот, вот там красная такая от Мартина за вечер. Ну, то есть, считай, по полпачки. И через несколько месяцев мы вдруг начали думать, что-то как-то нам тяжеловато, что-то как-то мы толстим почему-то. И я потом перевернула пачку очередную и поняла, что мы на ночь съедаем калорий столько, сколько должны съесть вообще за полдня. И это всё происходит перед сном, чтобы вы понимали. И сейчас мы полностью вычеркнули семечки из нашего рациона, но они были очень важным фаворитом этого года. Ну и последнее, о чём я вам хотела сегодня сказать, это то, что я в этом году начала, ну, частично как бы в прошлом, но я считаю, что в этом году был основной старт. Я начала запускать инфопродукты по саморазвитию, по целеполаганию. И самый свой основной большой курс ресурсной уборкой я тоже запустила в этом году, мы провели два потока, и следующий будет уже в следующем году. Короче, я поняла за этот год, что введение курсов марафонов это даже, не знаю, не в разы, это в десятки раз сложнее, чем снимать ролики на ютюбе и вообще заниматься блогингом. То есть это совершенно другая сфера, она невероятно сложная, она невероятно затратная по энергии и по нервам, которые ты в это всё вкладываешь. Тем не менее, мне понравилось, мне в этом, наверное, больше всего понравилось то, что я могу, имею возможность теперь работать с человеком вот один на один. Даже если это какая-то групповая работа, это групповой чат, всё равно я вижу людей, с которыми общаюсь. То есть это не пустая какая-то односторонняя связь, которая была на ютюбе. То есть я снимаю ролик, его кто-то смотрит, кто-то отписывается, кто-то нет, просто смотрит. То есть я никогда не чувствовала такой отдачи от своей работы, я никогда не чувствовала такой классной обратной связи. Сейчас же я с выпуском каждого нового потока марафона или курса, я вижу людей, которые проходят мои программы, я понимаю, с кем именно я коммуницирую, я вижу их обратную связь, я слышу их вопросы, я дорабатываю программы. То есть получается более сильная связь между мной и аудиторией. И это, конечно, компенсирует все нервы, которые ты тратишь на создание этих программ. Когда ты видишь реального человека по скайпу, например, который говорит тебе, Ира, спасибо, я сделала вот так, вот так, и у меня получилось. Это совершенно какие-то непередаваемые ощущения, какие-то волшебные эмоции. Просто когда ты разговариваешь с человеком и понимаешь, что ты как будто бы прикоснулся немножко к его судьбе, и она стала лучше. Представляете? Короче, у меня в этом году в отношении продуктов, которые мы делаем, сейчас очень такие вдвоякие ощущения, то есть мне безумно это нравится, но это очень сложно делать, прям очень сложно. Это очень сложно делать без какой-то большой команды. Я очень хочу в следующем году как-то решить этот вопрос, потому что мне очень хочется этим заниматься, но я понимаю, что моей энергии и энергии Сережи, да, вот даже если мы вдвоем это совмещаем, то этого все равно не хватает, нужно больше. Нужно больше людей, нужно больше энергии, поэтому будем работать над этим. Пока что, да, определенный фаворит года, это курсы, марафоны, которые мы создаем. Огромное спасибо всем за просмотр. Я напоминаю, что у нас сейчас есть в продаже календарь уборки на 2021 год. Вы можете его приобрести по ссылочке в описании. И также в описании будут ссылки на мои любимые книги. Обязательно заходите, смотрите. Увидимся с вами очень скоро. Всех с наступающим Новым Годом. Пока.